Мы выезжаем из Белостока, едем в Варшаву. И-е-е-е, бой! И-е-е, бой! По телевизору новости мне сказали, что Европа вся просто полыхает, что здесь погода ужасная, жара, духотище, люди страдают. Но страдаем только мы, мне кажется. За что мы любим Gamescom? Благодарны мы ему за что? Нет, в смысле, какие игры мы видели до этого и такие Gamescom? Для меня был Dishonored 2. Dishonored 2, нифига себе. Dishonored анонсировали на Gamescom? Нет, его анонсировали на P3. Но новый трейлер был просто прекрасен в прошлом году именно на Gamescom. Я старой перду, могу вспомнить, что по-моему стенд Warhammer 40,000 Space Marine был на Gamescom именно первой. И игра была легендарной потом. То есть из тех, что есть по Warhammer крутые. Я впервые увидел, знаете что, у Sony, например, по-моему Helldivers. Именно мы на Gamescom показали. Какие они смешные. Сейчас, естественно, все уже отыграли на P3, потом на PC. Но в первых раз их увидеть, это просто до усачки. Я знаю, за что мы любим Gamescom. На Gamescom обычно уже привозят рабочие версии того, что анонсировали на E3. То есть если на E3 показали кучу всяких трейлеров, но не показывают геймплей, то обязательно на Gamescom покажут геймплей. Такой вопрос. Во что вы хотите поиграть на этом Gamescom? Вот, вот это уже более такой. Это и к вам вопрос, кстати. Пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть на Gamescom на этом. Что вы ожидаете от него? Делся к Dishonored. На самом деле, опять у них дата выхода вот этой осенью, значит обязательно будет геймплей. Я надеюсь на что-нибудь связанное с Xcom. Просто потому что до этого Xcom NV1 анонсировали именно на Gamescom. В смысле показывали нормальный присед. В дополнение ко второму Gamescom анонсировали на E3. Соответственно, сейчас его покажут, наверное, поиграть. Возможно. Володя, расскажи про Harvest свой любимый. Да, кстати, может быть. У нас недавно, да? А, две любимых у меня штуки. Вы не поймете, друзья. Кстати, вы, может, поймете. Iron Harvest, ты. Помните офигительные, кстати, да, вокруг Польши. Здесь нет крылатых гусаров, но практически та же самая Польша. Был, как это называли, этого польского художника, который рисовал таких крестьянки, косят сено. Значит, гусары какие-нибудь курят там около деревьев. И на фоне всего этого гигантские паровые боевые роботы. Я помню эти картины. Ну, короче, где-то год, да, циркулировали эти арты. Все такие, что это такое, что это. Оказалось, что это просто художник рисует вот такую хрень. Да, то есть это не... С того ничего. Потом вышла настолько на Кикстартере, собрала бабла. Кто-то из нас даже купил. Кто-то из обычных друзей. И сейчас есть игровой проект. Хотя, вы знаете, лучше нас наверняка это. Это я, старикан, не читаю бывшие новости про игры. И ролик альфа-версии был на днях. То есть... Возможно, провезут. Может быть, да. А вообще, жанр-то какой-то? РТС это будет? РТС, да. Причем крепенько, с красивым графоном. Настоящий РТС. Для ПК Бояр. Такие не делают больше, да. Для ПК Бояр. Гусары-пилоты. Полон Стронг. Все, что я люблю, хорошо. А еще... Обновленные Спинтаерс. Спинтаерс, где самая классная механика грязи. И советские дизельные тягачи ее месят. Тебе нужно дрова довести из пункта А в пункт Б. Дрова? Да. Довести дрова? Да, да. И игра, она настолько пустая, как вот, знаете, жизнь водителя в просальном воднике. Да, Евротрак-симулятор. Что ты обретаешь смысл этой жизни. Евротрак-симулятор? Да, может быть. Но Евротрак-симулятор. Но Евротрак-симулятор? Да. А здесь ты, говнами, хотел сказать, говнами, хотел сказать. Не знаю, что это так и есть. В этой жизни все устроено вот именно сложно. Ты не можешь просто по хорошей дороге доехать из Варшавы в Венецию. Ты такой, выезжаешь, такой, блин, дрова надвести к Семеновичу. Едешь такой, посадила. Что, надо дергать. Посадил в лужу. Где? У военных возьмем тягач. Тягач взял, сломался. И как чинить? Блин, надо, короче, из Семеновки ремонтную машину везти. Ремонтную повез, соляра кончилась. Где соляра? В Васильевке. В Васильевку, блин, 30 километров по грязи. Ну ладно, через речку перееду. В речку поехал, краску топил. И ты этим занимаешься часами. Ты можешь реально часами жать ВСАД на машинке. И краткая рецензия на спинтайрс от Володи за 15 минут. Да, да, да. Короче, вы играли. Если не играли, поиграйте, друзья. И обновленная должна появиться вот сейчас. Я смотрел на то, как играет Володя, и мне даже смотреть было интересно. Да, там записанные специально звуки советских дизелей. У Вас машина утопшая в грязи, и надо ее выталкивать оттуда. Вы привозите еще один тягач, который выталкивает. Я не знаю, это медитативные. Да, птички поют, грибы растут вокруг постепенно. Надо попробовать, кстати. Это реально, ты просто слышишь от звука дизеля, ты чувствуешь, что машина села, и такой, ну блин, это же ВСАД. Что, я не выеду, что ли? Ты кудаешь выехать, и четыре часа выезжаешь. Класс вообще. Попробуйте, если не играть. Попробуйте, птицу. Что еще там на гимскоме? Да все. Пиво кельш. И карри ворс. А вы не знаете, друзья? Вы, наверное, знаете. Но если вам игрожовы не рассказали до сих пор, то они настоящие журналисты. Пиво кельш подают в 200-громовых мензурочках. Знаете, как для соков в столовке. Потому что так оно не нагревается. И когда ты заказываешь кельш, ты не можешь сказать мне, пожалуйста, пол-литра кельша. Ты просто говоришь кельш, и дальше официант тебе непрерывно таскает 200-громовые мензурки. А ты даже не замечаешь, как они меняются на столе. А второе заметное отличие, что в кельне особенные официанты. Они ходят с таким видом, как будто они жрецы в храме. И вы здесь вообще-то люди, не самые важные, а самые важные они. И когда они тебе приносят кельш, ты понимаешь, что надо пить. Это что-то серьезное. А то и по лицу могут дать. Да, они никому ничего не дают, но ты понимаешь, что вся культура этого города направлена на то, чтобы вот... Это пиво кельш свалено таким образом, которые таким странным образом подают в таких, знаете, барабанах, там, по-моему, на 20 стаканов, такими рядами стоят. Сейчас 20.43 по московскому времени, мы примерно должны уже подъезжать к месту назначения. Но! 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 У нас произошло ЧП. Мы наехали на шуруп. Мы съехали, чтобы заправиться на заправке, но это была не работающая заправка. Но заправка с шурупами. Оказалось, что на заправке ремонт, то есть мы и не заправились и колесо прокололи себе. Я знаю, что вы ждете от нас игровых новостей, но дорога диктует свои условия. Как видите, пока у нас приключения в основном дорожного характера. Мы побывали в офисе Wargaming, но все основные команды уже уехали на Gamescom, и сотрудники, с которыми мы поговорили, в основном говорили с нами о всяких закулисных вещах, о которых не говорят в прессе. То же самое было и в Варшаве. Варшава – роскошный город. С путешествием у нас все сложилось потрясающе, но мы говорили с ребятами из CD Projekt, еще из одной студии, куда ушли геймдизайнеры, делавших самые любимые песты «Ведьмаке». Но о втором проекте говорить толком нельзя. Ну и разговоры у нас были в основном, да, за жизнь. Я думаю, самое интересное будет завтра в Берлине и на самом Gamescom. А также мы заедем в эти же города на обратном пути. Майкрософт опубликовал сегодня стоимость новой консоли Xbox One. Икс. Икс. Который раньше назывался Скорпио. Пятьдесят тысяч рублей. Готовы ли вы отдать пятьдесят тысяч рублей за консоль? Ну нет, это же двадцать тысяч на старые деньги. Мне кажется, это чертовски отвратительная цена. То есть я могу купить две консоли на эти деньги. Я могу купить PlayStation и купить Switch. А мне кажется, я могу добавить десятку и собрать Пеку себе. Пусть это будет не самая мощная Пека, которая не будет мне выдавать те самые сто миллионов терафлопс, о которых... Шесть миллионов терафлопс. Ну вот про них, да. О которых говорит Microsoft, но при этом, как бы, вот у меня Пека с Windows будет стоять, а вот Xbox, который по факту даст мне те же самые игры, которые и так есть на Windows. Почему мы вообще заговорили об Xbox, так как выход до консоли состоится уже осенью, то, скорее всего, на Gamescom очень много будет информации про эту консоль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы отправляемся в Берлин в гости к Epic Games. Не как в прошлый раз. Спасибо нашим друзьям из Kiwi кошелек. Они нас выручили бесконечное количество раз вчера. Дей был сложный, но нормально, добрались. Да, мы справились. Да, мы прокололи колесо и в ночи искали автомастерскую. Вау. А также спасибо нашим друзьям из DreamSim, которые помогли нам справиться с гостиничным Wi-Fi, который не работал, и мы отправили нашим коллегам из Москвы все ролики через сим-карту. Представляете? Сколько торги было? 8, 7... 8 гигабайт. 8 гигабайт. 8 гигабайт через сим-карту. Да. В роуминге. В общем, френдшип из мэджик. Да. Играет музыка. Играет музыка. Экспир, так и сломан. Играет музыка. В хафф. Продолжение следует...